Всегда честно, справедливо и долго. Начнём. Может, давай сегодня ты. Нет, ты. Так как это противоположный пол для тебя. Это талантливое. Так. Красивое. Сто процентов. Самое главное, что это человек, который совмещает в себе и творчество, и семью. Человек сейчас находится в декрете, в декретном отпуске. Но мы-то знаем, что это декретная работа. Это ненадолго. У артистов вот это всё декретно, это всё не работает. А это мы у неё и узнаем. Да, кстати. Встречайте в нашей студии Елена Катина ваши аплодисменты. Привет. Доброе, доброе утро всем. Вы там же похлопали? Конечно. Смотрите мне. Да, мне надо хлопать. Доброе утро. Доброе. Такой свежачок. Мы тоже, кстати, в замечательном белом одеянии. Да, я, кстати, тоже подумала, что мы все сегодня вот как на подбор. Как так происходит? У нас очень часто с гостями вот такие вот цветовые единства образовываются. Слушай, я могу сказать, что у меня, в принципе, цвет этой зимы белый. Я почему-то вот именно... И ещё осенью я придумала, что мне нужна новая белая кофточка. Я их купила пять, как минимум, и ещё там сколько-то... Мне нужна новая белая кофточка. Я её купила пять. Да, именно так. И вот мне почему-то очень хочется ходить в белом. Не знаю, с чем это связано. Как начинается твое утро? С учётом того, что ты и мама, и, наверное, есть огромное количество задач, которые и к твоему утру добавляют что-то новое. Да, но моё утро всегда начинается одинаково с чашки чая. То есть, если я не выпью свою чашку чая с утра, абсолютно спокойно, без всех, всё. Своей положенную мне. Дальше катастрофа. Ко мне не подходить. Серьёзно? Абсолютно не подходи, убьёт. Поэтому я встаю заранее для того, чтобы выпить свою чашку чая, прежде чем пойти и разбудить старшего ребёнка в школу. А это вот во сколько? Я встаю в семь. Мне там без десяти семь. Учитывая то, что у меня ещё и младшенький теперь, но, как правило, он с утра ест где-то часов шесть с половиной седьмого, поэтому где-то минут за двадцать я успеваю кормить. И, соответственно, дальше он засыпает, я иду пить свою чашку чая, потом я иду будить старшего ребёнка в школу, и собираю, отправляю, и потом обратно ложлюсь спать. Какой возраст у старшего? Восемь с половиной. Ой, он такой хороший. Ну, второй класс, да. Да, уже прям мужчина. А, класс. Ну, давайте вы что-нибудь на мамском. Да ладно, это мы ещё успеем, просто утреннее. А как бы начиналось идеальное утро, вот когда вот ничего не надо? Вот прям ничего? Может быть, на отдыхе такое случалось? Спать. Спать, правильно, отлично. Какой тупый вопрос? Ну, естественно, как я могу? Просто спать, и чтобы ничего нигде не звонило. Ни будильники, ни телефоны, ни смски не приходили. Вот просто, чтобы не... и темнота, вот чтобы темно было. То есть я человек, который спит с такими блэкаут шторами, чтобы ни один луч света не проникал. Да-да-да, телефон загорится сразу. Да-да-да, в моё тёмное царство. Сейчас, правда, приходится спать с ночником, что меня мучает, честно говоря. Ну, а что делать? Всё приходится потерпеть. Но, тем не менее, шторы наглухо закрыты. Я недавно увидела в интернете такую штуку. Крепится сюда, к кровати. Ты спускаешь ноги, оно мягко включает свет. И то есть, например, как ночничок, но такой, если надо пройтись, например, к ребёнку или поподняться. Нет, я уже наученная мама, я не прохожусь к ребёнку, он спит вот под боком. А, рядом, ну всё, будем отходить, правильно. Всё-таки что-то на мамском. Ну, блин. Ну, это две вселенные столкнулись, конечно же. Мы тогда автоматически скатываемся, потому что, ну, когда у тебя есть дети... Ну, давайте про что-то другое поговорим, что все знают. UFC, CSGO, ну, что-то такое. По-моему, рекламу надо сейчас... Рекламу надо сейчас... У нас пока реклама, мы можем её все обсудить. Ладно, давайте не реклама, давайте это будет засеки звезду. 90 секунд, 20 вопросов, если звезда не справляется, выполняет задание. Посмотрим. Всем привет!